Что мы можем получить в текущий момент, то есть, я высказал вам гипотезу, связанную с тем, что, а что будет, если процентную ставку в России опустят до полутора процентов, а что будет, если процентную ставку повысит, вот что будет со всесезонным портфелем в случае, если процентная ставка будет расти. Значит, стоимость денег будет дороже, значит, облигации с фиксированным доходом, которые сейчас выпускает Германия, облигации с отрицательной доходностью, эти облигации будут продавать и они будут падать в цене. Поэтому получается, что облигации ТЛТ, которые имеют фиксированный доход, долгосрочные облигации с фиксированным доходом, их будут продавать, потому что сейчас правительство США выпускает процентные ставки с доходностью 0,5%. Представьте себе, у вас инфляция в Америке выросла до 3%. Будете ли вы в этом случае держать облигации, которые вам приносит фиксированный доход 0,5%? Конечно же нет, вы их будете продавать. Вы их будете продавать, как минимум, до того уровня, чтобы они стали интересны покупателям, а покупателям они будут интересны только в том случае, если они будут давать доходность хотя бы на уровень инфляции 2,5%. Значит, они должны потерять в процентах порядка 5-7% они должны упасть в цене, чтобы они стали инвесторам привлекательнее. То есть эти инструменты будут падать. Окей. Что у нас будет происходить с акциями, с индексами? Если у нас растет стоимость денег, у нас растет стоимость кредита, стоимость ипотеки, стоимость потребительского кредитования, стоимость обслуживания кредитных карт и в этом случае потребительская активность падает. Люди меньше тратят, экономика замедляется, компании меньше зарабатывают, увольняют людей и соответственно прибыли для того, чтобы выплачивать дивиденды для акционеров нет. Мало того, стоимость обслуживания долга растет, соответственно процентные платежи, которые отдает компания на выплату долгов увеличивается, чистой прибыли нет. И кто будет мириться продолжительное время с компанией, которая не выплачивает дивиденды, которая не генерирует прибыли. Помимо всего прочего, каково количество компаний с высокой долговой нагрузкой сейчас в Соединенных Штатах Америки? Беспрецедентный размер, то есть сейчас долг американских корпораций составляет более 50% ВВП Соединенных Штатов Америки. Это долг, обслуживать который необходимо и обслуживание которого будет год от года увеличиваться и многие компании обанкротятся. Обанкротившиеся компании в свою очередь потянут цену компании вниз и индексы потянут вниз. И индексное инвестирование, в этом случае индексы тоже потянутся вниз и получается люди, которые осуществляют инвестиции в индексы, они всю эту благодать на себе и схлопочут. Если не перераспределять свои активы, как минимум в направлении компании, у которых нет долга или если он есть, он не такой большой по сравнению с нормой прибыли, которую генерируют. В компании, у которых платят стабильные дивиденды хотя бы на уровень текущей инфляции прогнозируемой, хотя бы в 2,5-3%. Соответственно, у меня в этом случае возникает вопрос. Оставаться мне в S&P 500, в широком американском рынке акций, в котором и Теслу хотят включить, которая на протяжении 11 лет вообще ни копейки чистой прибыли акционерам не сгенерировала. Или отдельно купить компанию ExxonMobil или Chevron, у которых дивидендная доходность в долларах 5-6%. Я знаю, что как минимум в следующие 3-4 года хоть как-то я защищен своим капиталом в плане того, что я буду получать дивиденды на уровень даже возможной будущей инфляции в следующие 2-3 года. Зачем мне находиться, зачем мне брать риски всех этих компаний, которые понабирали левериджи. Netflix, у которого бизнес-модель исключительно завязана на том, что он использует заемный капитал для своей мощной экспансии, чтобы рынок захватить. Я лучше тогда Disney возьму, для меня это более понятная история. И поэтому, получается, акции соответственно тоже могут упасть в период ростающей процентной ставки. Что произойдет с недвижимостью, если стоимость ипотеки увеличится? Опять-таки, если будет высокая инфляция, если у людей будут уменьшаться доходы, если будет падать капитал, то что в этом случае произойдет с недвижимостью? Огромный навал предложения, а спроса нет, потому что большинство сделок совершаются через кредит, через ипотеку. Соответственно, недвижимость тоже упадет. И что у нас получается? У нас получается, что в нашем всесезонном портфеле только 35 процентов, условно я беру какой-то такой средний портфель, 25 процентов золота и 12,5 процентов облигаций типсов, облигаций, которые имеют доходность привязанную к инфляции, а инфляция будет расти, то есть эти облигации будут расти в цене. То есть фактически у нас получается, что мы будем находиться в парадигме 10 лет, когда история связана с тем, что на падающем рынке всесезонный портфель и его регулярная ребалансировка приводила к тому, что вы продавали дорого, а покупали дешево, в период постоянно растущих процентных ставок, что вы будете получать? Давайте опять смоделируем эту ситуацию. Происходит рост процентной ставки в ответ на инфляцию, разгоняется инфляция. Соответственно, акции начинают терять в цене, допустим, упали в цене на 30%, недвижимость упала в цене на 10%, облигации с фиксированным доходом упали в цене на 3%. А инфляция продолжает расти, потому что денежная масса очень высокая. Вы взяли, сделали ребалансировку, то есть хороший актив, который вам вытягивал портфель в плюс, вы сократили его долю, вы долю его сократили, потому что она увеличилась, вы купили упавшие в цене акции, недвижимость и облигации с доходностью, привязанной к индексу. Проходит еще год, инфляция разгоняется, процентная ставка еще увеличивается, акции еще больше падают, недвижимость еще больше падает, ТЛТ еще больше падают, опять вам золото, облигации вытягивают этот портфель вверх, вы опять продаете хороший тянущий актив. Его и так не очень много в общей структуре портфеля, то есть в общей структуре портфеля их не так много, вы опять покупаете акции, они и так вам будут предыдущие сгенерировали, а вы их еще докупаете, проходит еще год, процентная ставка еще вырастает, акции еще снижаются, недвижимость еще снижается, облигация еще снижается и опять активы, которые вам там удержали ваш портфель на плаву, то есть вы получаете некую замкнутую цепь, что с вами вот эта вот концепция, которая заняла умы более 50% частных инвесторов в Америке, она просто начнет играть в злую шутку. При этом, плохого в этом, друзья, ничего нет. В любом случае нужно понимать, что долгосрочно начнется и на нашей улице праздник, долгосрочно все равно произойдет обратный разворот. То есть поколение лентяев будет отмирать, будут люди снова образовываться, получать знания, снова они будут смотреть на то, что они покупают, как они покупают, то есть они будут жить в период поколения трудяг и сами становиться трудягами. И в чем заключается уникальность, что фактически мы с вами являемся этим поколением. И здесь вопрос вовремя это понять, вовремя это осознать, что придется работать, что придется в этом разбираться. И это практически новая профессия, потому что спрос на людей, которые, это вот если стоит вопрос, что должен знать мой ребенок, он должен становиться трудякой, он должен поднимать работы Дода, Бенджамина Грэма, то, что писал Уоррен Баффет по поводу стоимосновы инвестирования. Потому что эти волны, они постоянно вот так вот меняются. И вопрос, как быстро мы переориентируемся. Факт, что опять, смотрите, это очень растянуто во времени, это не произойдет завтра, это не произойдет через месяц. То есть имеет фактор инертности. Когда более 50% людей поступают идентичным, аналогичным образом, то в этом случае появляется неэффективность. То есть не могут быть абсолютное большинство права. И здесь соответственно потрясающие возможности открываются для людей, которые принимают эту мысль, и которые готовы меняться под это. И для вас, для самих, да, это уникальная возможность. То есть представьте себе, что мы попадаем в период 65-го года, когда Уоррен Баффет организовал свой Беркшир Хэдвей. Я нисколько не сомневаюсь, что мы в конечном счете проживем больше, чем Уоррен Баффет. И как вам, ребят, перспектива того, что вы можете сейчас измениться и фактически находиться в истории 65-го года, когда Баффет формировал свои долгосрочные инвестиционные портфели по принципам стоимосновой инвестирования. И фактически понимать на основе того, как развивается экономика, что ни Рэй Далио, ни Уоррен Баффет этих людей уже не будет. Через 30-40 лет не будет уже ваших родителей. Через 30-40 лет у вас будут уже внуки и правнуки. Но в вашей воле, в ваших руках, да, дать им знания сейчас, изменить реальность сейчас, да, то есть чтобы изменить принципы инвестирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова